Мы очень много говорим о любви, порой требуемой, а порой нам ее не хватает, и каждый трактует об этом по-своему. Но что же на самом деле такое любовь, христианская любовь? Сегодня мы обратимся к одной из проповедей старца архимандрита Кирилла Павлова. Спасите, когда своими страданиями говорили своим ученикам, что я от вас отхожу, и что меня больше не будет с вами. Но я, говорит, пошлю вместо себя Духу Святого, утешителя, который пребудет с вами во все времена, который именно и напомнит вам и о Моем учении, и будет вас наставлять на всякую истину. Таким образом, Христос Спаситель вознесся, но вместо себя послал Духа Святого, утешителя, который с нами и пребывает в Таинстве Святого Крещения, мы с вами все подавляемся, получаем благодати Духа Святого. Мы все являемся носителями Духа Святого. Дух Святый пребывает в наших душах. И он и наставляет, он и разумляет нас, он и именно и сохраняет нас от всего греховного, от всего злого, направляет нас именно на путь делания только добра. Потому что плоды Духа Святого апостола Павла есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, благость, воздержание. Вот плоды Духа Святого. И к этим добродетелям мы с вами должны всегда и стремиться. Христианин должен украшаться только добродетелями Святого Духа. И от всего злого, от всего греховного, от всего скверного, душа христианская должна отбежать, а именно стремиться всегда вот втяжать в себе все эти добродетели, которые являются плодами Духа Святого. И мы можем узнать, имеем ли мы в себе благодать и Дух Святого. Если вот в нас есть вот эти добродетели, благость, милосердие, мир, любовь, радость, кротость, терпение, воздержание, то, стало быть, Дух Святый в нас пребывает. Хотя мы Его и не видим, но Он в нас пребывает. Он с нами. И только при втором пришествии Христовья, когда явится Христос в нашей жизни, вот тогда мы именно и узнаем, и увидим, что мы именно находимся, находимся в благодати Духа Святого, когда наши тела преобразятся, примут новую воскресность к новой жизни. И тогда мы вот именно все это увидим, уже с вами члены. Сейчас мы, находясь в этой студентке, в этой храме, в теле, мы не можем так видеть, к сожалению. Но вот тогда уже откроется пред нами волочие, мы увидим свои ночами, увидим и Бога, увидим и Святую Троицу. Поэтому, дорогие братья и сестры, прежде всего, старайтесь жить по-христиански. Это прежде всего. Старайтесь исполнять заповеди Христовы, которые ведут нас к спасению, ведут нас в жизнь вечную. И всегда стремитесь и живите только для вечности. Помните, что мы здесь, только на земле, временное причинение, в гости, как говорят в гости, только. Все мы перейдем и перейдем в другой мир, в другую жизнь. И вот об этой жизни мы должны с вами и всегда заботиться, и стремиться, и искать всех тех путей, всех техств, которые ведут к этой вечной, блаженной, благодатной жизни. А для этого всегда под своими глазами, всеми взорами, всегда имейте заповеди Христовы. Они ведут нас к жизни вечной. Поэтому Святой Евангелие, пусть для вас будет путеводителем к вечной жизни. Читайте Святой Евангелие, заповеди Божьи, разумевайте, и старайтесь их исполнять, ибо будьте стоять на правильном, истинном пути, который вас приведет именно туда, куда ваша душа стремится, то есть к вечной, блаженной жизни. Бегайте греха, бегайте растления, бегайте всякой порочности, бегайте и неравенения, беспечности и лемности. Время идет быстро, в дни лукавых. Поэтому, разумевайте, дрожите времени, старайтесь все свое время именно употреблять для спасения своей души. здесь земное все временное, все пройдет, все и все все именно перейдет, но вечно то, что нас приведет именно к вечной жизни, вот это уже нетленное. Поэтому добродетельно христианство старайтесь приобретать высокой ценой и облегать особенности христианской добродетели любовь. Милосердие, благость, благотерпение, смирение, вера, проповедь, это является именно самым лучшим украшением и одеянием христианства. Христос смотрит на наше сердце. Там, где любовь, там и Бог. Ибо Бог есть по своему счастливу любовь. Кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге и Бог в нем. Смиряйтесь друг к другу, друг к другу. Не превозноситесь, не ищите какого-то для себя первенства, не гордитесь тому, что помните, что Бог гордым противится. Более всего, смиряйтесь, а за смирение Господь вас вознесет. Не взрослойте друг друга, не осуждайте друг друга, ибо кто взрослой своего ближнего осуждает, тот взрослой осуждает закон. А если апостол Павлов ты осуждаешь закон, твой закон, то ты не исполнительный закон, а судья, един законодатель, могучий спасти погубить, а ты кто судящий другого. Вот дорогие, бегайте и греха осуждения, греха злословия. Напротив, ближним относитесь с величайшей посчитательной сил, с любовью. Только вот это и будет являться святым ством. Если мы будем проявлять любовь, уважение, прискаждение друг другу, мы этим и будем о себе, что мы именно христиане. Христианство есть именно религия любви. Без любви христианства нету. Запомните. Старайтесь именно облечься в христианскую любовь и бегайте всякого зла. Зло одеяло любовь от Бога. Кто любит, тот с Богом, кто знает Бога. Кто не любит, в том любви нету, тот не познав Бога. Жизнь сейчас сложная, понятно, но тем не менее все равно и в таких условиях от нас святые апостолы требуют, чтобы мы шли путем исполнения христианских добродетелей. Поэтому превозможайте все и не смущайтесь, не падайте духом. С вами Господь. Помните, тем больше вы будете стремиться исполнять заплаты Христовы, тем больше Христов будет вас укреплять, тем больше он будет вам более подавать свои благодатные силы для исполнения христианских двородетели, тем более для вас отроется именно вера в будущую вечную блаженную жизнь. Помните, что нас в этой жизни должно ничто пристращать, привлекать. мы должны помнить, если мы со Христом воскресли, то и должны именно искать горнего, где Христов следит о Десну и Бога. Мы должны помышлять не о земном, а о горнем. Мы умерли со Христом, и жизнь наша сокрыться в Боге со Христом, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Христиане народ особенный, народ, который Господь возлюбил, и народ избранный, поэтому водорожжите своим христианским зданием. Это высокая достоинство христиане. Никому Господь под такой недоблагодательный и не обещано спасение никому другому народу, у кого вера в дружале, кроме только тех, которые именно исповедуют христианскую веру, которые веруют в нашего Иисуса Христа. Вы в числе таких людей, вы избранники Божьих, поэтому дожить своей верой и несите эту веру во Христа до последних дней своей жизни. Если вы будете исповедовать Христа и так твердо, неуклонно исследовать Его заповеди, то и верьте, что придет время, что Господь откроет для вас врата Царства Небесного, ибо Его неложное обещание, Господь обещал дровать жизнь вечную всем любящим Его. Аминь. Спасибо. Надеемся, что это видео принесло пользу для вашей души. В следующих выпусках мы продолжим беседу. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова